Поприветствовать участников соревнований по авиамодельному спорту пришли десантники клуба ВДВ «Патриоты России», а также воспитанники станции юных техников, которые подготовили специальную выставку своих роботов. Затем пилоты и конструкторы модельной техники начали готовиться к старту. Мастерство пилота, во-первых, нужно обязательно. Значит, модель должна быть маневренная, верткая, ну и хорошо, чтобы управлялась пилотом. Поэтому, если она будет хорошо управляться, не будет зависать никак. Изготовлены модели из легкого дерева, обтянутого тонкой пленкой. Весит 250 граммов, с небольшим мотором уже все 400. Скорость развивает до 150 км в час, поэтому все пилоты, конечно же, в шлемах. В соревнованиях участвовали 25 экипажей из 11 регионов России. Соревновались в классе воздушный бой, он длится традиционно 4 минуты. Данный воздушный бой, значит, это один из классов в авиамоделизме. Значит, он называется F2D правильно, воздушные бои. Смысл заключается в чем? Значит, к модели самолета прикрепляется лента 3 метра. Вот, два участника пытаются эту ленту друг у друга перерубить. Чем больше отрубов, тем больше очков. Самый первый бой выиграл Дмитрий Ведерников из Екатеринбурга. Это он, а впереди у сочинца, сделав два отрыва ленты, а соперник не одного. Впереди у спортсмена еще 8 туров. Сложно. Ну, во-первых, скорость полета моделей большая. Сложно реагировать на изменения ситуации. Ну и яркое солнце слепит довольно-таки. То есть иногда видимость пропадает. Лучшими моделистами по итогам соревнований и в юношеских турнирах, и во взрослых стала семья из Тюмени. Это сын и отец Константин и Максим Поповы. В командном зачете впереди Тюмень, следом Свердловская область и Москва.